Музыка Генеральный партнер программы «На здоровье» – Центр Бубновский Создавайте свою радость сами, ищите ее внутри себя, развивайте таланты, исполняйте свои желания и танцуйте на праздники жизни, как мы сегодня в программе «На здоровье». Всем привет! Музыка Наступает в Харькове день, когда в городе пустуют все велопрокаты, и запоздавшие граждане мечутся в поисках хоть какого-нибудь велосипеда. Ну, в общем, хочется хотя бы раз в году приобщиться к велодвижению, и потом селфик лишним не бывает. Музыка Ви катаетесь каждый день, или только один раз на велодень? Музыка Особисто я катаюсь раз в неделю, бо часу немає. Я катаюсь рідше, тому що немає вільного часу, але треба це вводити в життя, треба змінювати наше місце. И, например, в Європі люди їздять на роботу на велосипедах, бо в них є приспособи для цього, тобто є велодорожки та інші. А в нас, ну, є такий момент, що найчастіше збивають велосипедиста, чим він доїде до місцепризначення. Тому їжу рідко, але треба це вводити в наше життя. Та, якщо б у мене в детстві був такий велосипед, то у мене б всегда було хороше настроєння. Где ти катаєшся на своєм велосипеді? В паркі. Скільки проїжджаєш на цьому велосипеді? 5-7. Че себе? Та це будущее нашої спортивної велогонщиці. 5-7 км. Ну що, і тому ізобретенню человечества вже більше 200 років, і коли європейців проводили опрос на тему, а какое ізобретення человечества в період з 18 по 21 вік вони назвали б величайшим, велосипед победив. Він намного опередив ізобретення і мобільного телефона, і інтернета. Ксати, ну а само названня велосипед принадлежит французу Пьеру Мишо – бисеклета, т.е. два колеса і простой механіческий привод. Ну, в общем, це характеризує принцип действия цього величайшого ізобретення человечества. На перших велосипедах катались вот так, отталкиваясь ногами. Педалей не було. Була дерев'яна рама, металлическі руль і металлическі колеса. Кстати, шин тоже не було, поэтому називали їх трясучкай для костей. Ну, можна приблизительно сравнить, якщо проехати по нашій брусчатці. А де ви катаєтесь? Мені кажеться, в Харкові все-таки нет дорожек, щоб можна було безопасно кататься по дорогам. Я не виїжджаю на дороги. В парк Горького і по велодорожці до пяти хаток. Єдинственні маршрути, де можна кататься. Вопрос безпасності – вопрос номер один. Ці самі велодороги, які год у нас не відкривають, але в Харкові огромний потенціал для велосипедистів. І ми все-таки ждем і веримо, що вони будуть. В мире насчитывається більше мільярда велосипедистів. В Харкові когда-то на велодні був установлен рекорд, собралось около 15 тисяч участників велодня. Ми дуже гордімо ціфрою. Ну, вообще, харьковчане, мої земляки, дуже любят надувать щеки по поводу і без. Але що касається велоінфраструктури, тут ми уступаємо. Тому же Києву, Львову, Черновцам, Ушгороду, Полтаві. В 2015 році велоактивистами, городським властям, була представлена программа, комплексна программа развития велодвижения і інфраструктури в городі. І що? За це время одна велодорожка. Ну, і ще велоактивисты устроили таку класну штуку, це прокат городських байків. Але тільки, де ж їздити на цих байках? Вот, в цьому вопрос, де ж їм кататися. І я думаю, що в тому, що зараз цей велодень повністю взяла на себе організацію «Городська власть», це перший шаг к тому, що вопросы можна буде задавати адресно. Не нам, велоактивистам, які організовували велодень на общественних почалах. І нікторі люди, які утратили цей момент, вони не знали, з чого починався велодень, і задавали вопрос, що ж ви собираєте людей, а де ж їм катати? То вони можуть задавати тепер адресно вопросы. Более того, в 2015 році ви представили программу, концепція ж у нас є, да? Развитие велодвижения, велоінфраструктура, то є, вона є. Тобто, в принципі, ми знаємо, як це все зробити. Ну, на самом деле, концепція велоінфраструктури, яка була принята в декабрі 2016 року, вона не є программним документом. Це некий протокол намерений, після которого потрібно зробити программу, і там потрібно працювати спеціалісти. В кожному місті своя спеціфіка, де-то можна быстріше, де-то можна сложніше це зробити. Просто потрібно стремитися до того, щоб на существуючій інфраструктурі, яка в нас є, не строити якісь наполіонівських планов, і не говорити про те, що ми через 85 років перестроимо, і все, тут буде в велодорожках. А просто, ісходячи з об'єктивної реальності, ці велодорожки понемножечку, велополоси, велодорожки, є различні елементи, які можна потихонечку з'єдняти в єдину артерію. І я думаю, що в скорому реміні, ну, як в скорому ремі, я не думаю, я надеюсь, да, я больша фантазерка. Ну, це вже о мечтах, тому що сьогодні ми ще поки мечтаємо, тому що в нас тільки одна велодорожка, і то це... І вона не інфраструктура. Тобто, по суті, в Харкові велодорожок немає для їздити по городу, да? Тобто, ми зараз все-таки мечтаємо. Мечтаємо. Продовжаємо мечтати, і я считаю, що то, що велодні продолжаються, це дуже добре. І то, що люди все більше і більше починають їздити на велосипедах, це дуже добре. Тому що, дійсно, змінення сознання у людей відбувається, і я дуже щастлива, що 5 років прикладувала к цьому руку, і, собственно, я продолжаю прикладувати. Але, якщо говорити о факторі для здоров'я, це виспитання храбрости, кататися по харківським дорогам на велосипедах. І ідиотизм, як варіант. А давайте помечтаємо. Давайте, значит, желтым цветом, разметка по дороге в две сторони, раздельно для пешеходів, раздельно для велосипедистів. І для мам з колясками. І для мам з колясками. Просто з языка сняли. Роман, до ваших слова, до Богу, или кому там в ушіх. Необязательно, можна поближе. Можна поближе. Чуть ниже решають. Во-первых, велодорожок побольше. Самое главное, будуть дорожки, більше людей сядут на велосипедах, більше будуть ездити, маленькі і взрослі. І щоб водителю уважали все-таки велосипедистів, тому що, да. І тоді у нас буде все нормально, я надеюсь. Делати Харків чуточку здоров'яє. Здоровий образ жизни! Ну, ми попали в правильному направлі, тому що це программа на здоров'я! І половина із цього – за счет крепкого здоров'я. Двігатися по дорогам города небезопасно, тому що немає велодорожок. Іменно по дорогам. Що тут буде? Смотрите, ми сьогодні работаємо дуже активно з Європейським банком реконструкції і розвиття, і Європейським інвестиційним банком по системі беззапасності дорожного движення. І именно в цій системі беззапасності дорожного движення ми тож будемо предусматрувати создання велодорожок. Тобто, можливо, в цьому білядень ми вже сюди приїдемо по велодорожкам? Очень хотілося. Інтересно наблюдати, чого можна достигнути, чого можна научитися, катаясь. Бутиється таке старе совкове заблуждення, що на велосипедах катаються люди, які не можуть себе позволити машину. Так вот, підсчитано в странах ЕС, що на велосипедах богаті люди два з половиною разу чаще катаються на велосипедах, ніж бедні. Часто ви? Часто езжу, часто, да. На роботу постоянно езжу. У нас сегодня в програмі вообще оказались люди, які постоянно ездять на велосипеде, даже на роботу. Ігорь нам щас расскажет, що саме важливе для здоров'я дає велосипед? Ну, саме важливе – це прокачувати сердце і ноги. Саме важливе – це положительні емоції. А положительні емоції – це здоров'я. Що дає велосипед? Знакомство. А-а-а-а, супер, знакомство. І як, сьогодні? Все впереди? Да, то ли ще буде. Психологічна устойчивасть дає разгрузку емоціональну. На наших дорогах? Да. У нее просто годовалая дочка. Ей где угодно разгрузка. Это точно. Для мам велосипед – це вообще первое средство здорового состояния в семье, наверное. Чем полезен велосипед для здоров'я? Ну, не готов вам ответить, наверное. Просмотрите программу на здоров'я, мы вам расскажем, чем велосипед полезен для здоров'я. Добавим о пользе велосипеда. Нет вредных выбросов. Замедляет глобальное потепление. Не платишь за бензин, парковку, страховку. Скорость больше, чем у пешехода. Можно перевозить грузы. Не страшны пробки. Также укрепляет иммунную нервную систему. Сердце, ноги, ягодицы. Вращая педали в течение часа, человек сжигает 300 килокалорий. А в течение одного года можно сбросить более пяти килограммов, даже не напрягаясь, катаясь в прогулочном темпе. Джереми Кларксон, популярнейший ведущий шоу «Гранд Тур», который говорил о велосипедистах как о психах, которые ведут идиотскую войну с любым нормальным человеком, на шоу Джонатана Роса признался, что потерял больше десяти килограммов из-за езды на велосипеде. Люди на велосипеде чаще улыбаются, а как иначе, ведь это отличное настроение. Лично для меня велосипед – это когда у тебя за спиной вырастают крылья, когда ты ощущаешь чувство полета, и его хочется испытывать вновь и вновь. Субтитры делал DimaTorzok Кстати, на велосипеде можно успешно уехать от сердечно-сосудистых заболеваний. Британские ученые выяснили, что 30 минут езды в день в неспешном ритме в разы снижает риск заболевания ишемической болезнью сердца. У каждого свои способы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Главное, чтобы они работали. По данным Всемирной организации здравоохранения, основной причиной смертности в мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Доказано, что в 2016 году умерло от сердечно-сосудистых заболеваний около 18 миллионов людей, а это примерно 30% от всей смертности. Многие пациенты не задумываются, что нужно проанализировать свой образ жизни. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что мы едим. При сердечно-сосудистой патологии следует ограничить употребление животных жиров, ограничить употребление поваренной соли до 5 грамм в сутки. Следует увеличить количество употребляемой клетчатки, овощей и фруктов, для того, чтобы повысить уровень хорошего холестерина и снижить уровень холестерина, который способствует развитию атеросклероза. Также следует обратить внимание на свой уровень физической активности. Следует увеличить физическую активность, больше ходить. Это кардионагрузка. Следует ходить не менее 30-40 минут в день. Именно это будет способствовать предотвращению развития инфаркта и инсульта. Следует исключить алкоголь из своего рациона и отказаться от табакокурения. В прошлом веке ученые нарекли ожирение убийцей в старости. В первую очередь при избыточном весе страдает сердечно-сосудистая система. Нормализация веса исцеляюще воздействует на весь организм. И тут пациент оказывается в замкнутом круге. Без физической активности скинуть килограммы сложно, а заниматься упражнениями мешает боль. Ведь суставы позвоночника конечностей испытывают перегрузки не меньше, чем сердечная система. И я все время пыталась найти что-нибудь такое, как изменить, как улучшить свое состояние. Потому что артрит голеностопного сустава, артроз коленного сустава обеих колен, и коксоартроз тазобедренного сустава, плюс еще поясничный отдел постоянно давала себе знать. И надо что-то было менять. Ну, во-первых, все говорили только вес-вес. Вот пойдешь к местному травматологу, говорят все, вес, надо сбрасывать вес. А как его сбрасывать? Потому что не дает сбрасывать боль. Двигаться практически совсем не может. Для того, чтобы избавиться от гипертонической болезни, кардиологи назначают пожизненный прием препаратов. За время своей лечебной практики я ни разу не видела, чтобы пожизненный прием препаратов избавил окончательно пациента от гипертонической болезни. Поэтому следует скорректировать действительно свой образ жизни для того, чтобы добиться хороших результатов нормализации артериального давления. Когда пациент приходит с жалобами на боль в суставах или в позвоночнике, мы начинаем заниматься реабилитацией опорно-двигательного аппарата. И если у этого пациента сопутствующая сердечно-сосудистая патология, то, как правило, его давление нормализуется. То есть, если человек приходит с гипертонией, то после физических упражнений у него снижается артериальное давление минимум на 20 единиц. А то и вообще пациент отказывается от гипотензивных препаратов, если выполняет ежедневную физическую активность. Продавцы, предприниматели, сотрудники МЧС, повара, преподаватели по статистике чаще других страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему? Нерегулярное, неправильное питание, холестерин зашкаливает. Лишний вес, курение, отсутствие физической активности. Работа не подождет, а вот здоровье может, но недолго. Антонина Алексеевна – учитель с многолетним стажем. Гипертонией страдает с 35 лет. Наступил момент, когда решила изменить образ жизни. И, по примеру, сына пришла в центр Бубновский. Я каждый год ложилась дважды в больницу. В этом году я хочу пропустить, не ложиться в больницу. Хочу здесь больше уделить внимание здоровому образу жизни. У меня очень хороший доктор. Вот когда я приехала к ней первый раз, она тоже меня как-то, знаете, вот заворожила. Очень много рецептов, очень много обследований всяких назначила. Это не везде так внимательно встречают доктора. Очень хороший реабилитолог. Я очень ей благодарна. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы мы в комплекс упражнения включаем упражнения на периферию, на периферические мышцы. То есть мышцы ног. Четырехглавая мышца бедра, двуклавая мышца бедра и мышцы горени. Специфика упражнений в том, и всего комплекса, все методики в том, что мы используем декомпрессионные упражнения. При этом на сустав не происходит прямой нагрузки. Благодаря работе мышц улучшается кровообращение, улучшается питание. Питание тех тканей, которые есть поврежденными. Я тяню колено к себе и уколо. Первый раз, когда пришла сюда, мне было так тяжело. Я вам честно говорю, очень тяжело было. Мне казалось, что у меня ничего не получается. Я когда вышла, я говорю сыну, я, наверное, больше не пойду. Он говорит, как, мам, ну ты же сама решила поменять свою жизнь. Значит, начинай. Давай все будем менять. Я вместе с тобой. И вот мы с ним так постоянно вместе четыре месяца ходим. И вы знаете, я заметила, что у меня стало как-то общее состояние улучшилось. Приезжаю сюда, здесь же перед каждым занятием, измеряешь давление. Вот, приеду сюда, давление, например, у меня 150 на 100. Приезжаю домой после занятий. Проверяю, нет, все-таки правильно. Давление 140, 130 на 80, на 90. Раньше, например, я не могла подняться на четвертый этаж. Мне очень тяжело было. Я выходила зараньше из дома, чтобы меня мало кто видел, как я одной ногой поднимаюсь. Потому что, знаете, когда работаю в школе, стыдно идти и одной ногой подниматься. Скажут, о, ходить там не умеют, а пришла уроки читать. Вот. И мне тяжело было. Теперь уже я поднимаюсь на четвертый этаж самостоятельно двумя ногами. Спускаюсь тоже с четвертого этажа, тоже двумя ногами. И я этому очень рада. Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, которые препятствуют току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. Развитие атеросклероза напрямую связано с нарушением жирового обмена, повышение уровня холестерина в крови из-за вредного питания и неправильного образа жизни. И только таблетками ситуацию не исправить. Упражнения – упражнения морозы. И пациенту, особенно пожилого возраста, следует понимать, что нужно правильно выполнять упражнения. В нашем центре Бубновский мы пациента обучаем правильно дышать, правильно выполнять упражнения. Все зависит от сопутствующей патологии. И в зависимости от этого составляется индивидуальная программа. Кроме этого, в нашем центре работает кардиолог опытный, который делает электрокардиограмму, если что, подбирает лекарственные препараты, если пациент нуждается. И мы мониторируем и артериальное давление перед упражнениями, и после упражнения для того, чтобы смотреть динамику. Поэтому не бойтесь приходить в центр, делать физические упражнения, потому что это 100% улучшит не только состояние опорно-двигательного аппарата, но и состояние вашей сердечно-сосудистой системы. Кстати, гипертоническая болезнь – это уже не только про пожилых. Теперь даже 30-летние получают такой диагноз. Злоупотребление мясной, жирной пищей, консервированной гиподинамии резко омолодили список пациентов. Что касается молодых людей, остановить начало гипертонической болезни можно полностью в первые месяцы появления симптомов. Есть смысл, ради чего бороться. Средняя продолжительность жизни при ожирении в пожилом возрасте сокращается приблизительно на 12 лет. Когда еще даже что-то у меня болит, так я вот себя думаю так. Ну а что ты хочешь? Сколько у тебя болячек? Сколько болячек? Ты хочешь, чтобы все сразу было? Нет, дорогая, говори спасибо за то, что ты имеешь. Тебе легче стало? Двигаешься легче. На работу ходишь, вот, на лестнице, по лестнице поднимаешься, по лестнице спускаешься. И еще даже и на огород могу тоже пойти. Вот уже тоже, вот это прогресс. И надеюсь, что дальше будет прогресс, что дальше будет тоже все хорошо. Генеральный партнер программы «На здоровье» – центр Бубновский. Ну что, я надеюсь, что сегодня мы исполняли желание, радовались, улыбались друг другу. И танцевали на празднике жизни. И все это в программе «На здоровье». Будьте здоровы, будьте счастливы и найдите свой вид активности.